Здравствуйте, меня зовут Уткин Сергей. Я, можно сказать, профессиональный путешественник. Причем путешествую я на необычном достаточно виде транспорта. Это мотоцикл. И в 2011 году у нас с моим товарищем появилась идея увидеть Исламскую Республику Иран. Конечно, нас в первую очередь влекла страна с очень древней культурой. Страна, которая стремительно развивается, которая на фоне вот этой древней цивилизации Персии создает свои современные технологии, строит свои атомные станции, развивает свою культуру, развивает свою науку и промышленность. В Иран мы въехали из Азербайджана через Астару. Ну, в первую очередь мы сразу столкнулись с тем, что на автобанах, на скоростных магистралях движение мотоциклов запрещено, что для нас было несколько удивительно, привыкнув к тому, что можно на них перемещаться везде. Замечание полицейских о том, что не нужно ехать по автобану на мотоциклах, для нас вызывало некоторое удивление. Хотя это все было достаточно дружелюбно, и мы все-таки добрались до Тагерана, используя скоростные магистрали, не съезжая с них. Тагеран тоже был для нас очень интересен. Особенно нам понравилась зона, аналогичная, наверное, Арбату московскому. Есть там такая пешеходная зона, где Тагеранцы любят отдыхать. Она в горном таком ущелье находится. Там прохладно очень, течет речка, множество ресторанчиков различных, и по вечерам там много народу. Мы тоже там побывали. Затем мы отправились в сторону Персидского залива через Язд и Ширас. В Язде, естественно, у нас были, нас интересовали это ветряные башни, это прародители холодильников, которые в свое время охлаждали воду, которую подавали в этот город. Ну и сейчас прекрасно работают в помещениях. Они очень хорошо охлаждают и в жаркую погоду дают возможность комфортно себя чувствовать. Затем у нас был Бандерабас. Это было уже, мы приблизились к Персидскому заливу, к Армудскому проливу. Конечно, изменились температурные всякие условия. На самом юге, вот вы видите, Аманское море, Армудский пролив за спиной. Самые серьезные испытания начинаются от солнца. Температура поднимается выше 40 градусов, а после полудня уже к 50 приближается. И когда из Бандерабаса мы направились в сторону Бушера, по старой Бушерской дороге по побережью Персидского залива, увидели интереснейшие нефтегазовые комплексы иранские. То, о чем, чем Иран гордится, то, чем основа его экономики. Увидели эти факела огромные. Огромные. И 950 километров мы двигались в сторону Бушера при температуре 47 градусов в тени. Что для нас, в общем-то, было испытанием. И даже в какой-то в какой-то момент мы почувствовали, что получили тепловые удары с другом, с моим Олегом. Нам пришлось взять такой перерыв приличный на заправке. Местные жители нам очень здорово помогли. Притащили кулер с водой, с холодным. Мы около часа отдыхали, восстанавливая силу. Вообще, надо сказать, что местные жители отличаются очень гостеприимством, дружелюбием. Всегда, где бы мы ни останавливались, нас приглашали отдохнуть в тень, предлагали чай, расспрашивали, интересовались, откуда мы. Когда понимали, что из России, то приветствовали, очень радовались и высказывали всяческие, всяческие дружественные, так скажем, пожелания в адрес нашей страны, чтобы было, конечно, очень приятно. Так вот, 47 градусов в тени, это, конечно, испытание. Потому что, хотя, когда движешься на мотоцикле в нашей экипировке, для того, чтобы ветер, ну, пробыл, было охлаждение хотя бы какое-то, нужно открывать специальные клапана. Но такая температура, она просто высушивает организм, воду всю выдувает из тебя и останавливаясь, если спускаясь с мотоцикла, слезая, ты в какой-то момент ощущаешь ватные ноги, плывущую картинку перед глазами. Это отсутствие воды. Мы изменили режим немного, стали останавливаться, через пару часов, через полтора часа выпивать от литра до двух воды. И в таком режиме мы добрались до Бушера, где нас поджидали как раз друзья и знакомые из российского контингента строителей Бушерской АЭС. Было очень интересно, мы посмотрели городок российских строителей, мы увидели, ну, конечно, увидели как бы не то, что это была экскурсия, да, все-таки это станция, все-таки это объект достаточно серьезный, он серьезно охраняется. Поэтому у нас была возможность проехать мимо, увидеть как бы купола реактора, посмотреть это. Пообщались с россиянами, очень дружеский был вечерок. И затем направились уже к северу, двинулись и Персополис у нас был, конечно. Дар Дария, который продолжил строить его сын, а закончил его как бы существование Александр. Ну, интересное очень место. Мы приехали туда рано утром, поэтому нам прям удалось к дворцу практически на мотоциклах подъехать, нам разрешили там служащие комплекса. Да, надо сказать, что, ну, путешественники, конечно, встречаются в Иране, в Персополисе, вообще туристический центр, куда приезжает много людей. Мы встретили несколько путешественников на мотоцикле, двое англичан ехала, семейная пара на мотоцикле, которые как раз нас и предупреждали о сильной жаре в районе залива. Вот. И уже двигаясь в сторону Азербайджана, мы постречали ребят из Турции, тоже на мотоцикле, путешествовали, двигались в сторону Тагерана. Да, и одну интересную деталь хотел бы рассказать, что вот проблему как раз с движением мотоциклов нам удалось решить таким образом, что когда мы были в Тагеране, мы попросили сотрудников атомстроя и экспорта, чтобы они нам сделали, подготовили такое письмо сопроводительное на Фарси, где описали нашу историю, что мы движемся по приглашению как раз культурного центра Ирана, Исламской республики Иран в Москве, что путешествуем мы на мотоциклах, у нас очень длинные, длительные перегоны, поэтому мы используем как бы все дороги. И, собственно говоря, это письмо нам решало снимало любые проблемы, потому что нам не приходилось искать и объяснять на пальцах, кто мы, откуда, куда едем и зачем. Показав это письмо офицеру полиции или любому другому человеку, которому нужно было что-то объяснить, мы всегда находили понимание, отклик, и, в общем-то, никаких больше каких-то сложностей, серьезных проблем не испытывали с передвижением. Страна очень интересная, страна с древними обычаями, культурными, историческими, интересные традиции. Природа, да, можно, двигаясь по стране, попадать из одной климатической зоны в другую. Находясь на высокогорном плато, ну, большая часть, да, можно как бы при температуре в 30 градусов не испытывать особой жары, поскольку воздух все равно свежий, чистый и не имеет такой как бы сильной влажности и утомления. То, что очень понравилось, это приветливость, дружелюбность местного населения. Понравилась очень природа, понравилась архитектура древняя, понравились взаимоотношения, ну, так скажем, логистические, да, поскольку останавливались мы в отелях, в городах, и в Исламской Республике нас очень порадовала интернет, свободный интернет в каждом отеле. Вот я могу сказать, что это было одним из самых достаточно сильных впечатлений, мы всегда были на связи с близкими, со страной, с масс-медией, со всеми остальными. Всех приглашаю и добро пожаловать в Исламскую Республику Иран. Продолжение следует...